В этом видео на Моголь ТВ вас ждут детективные загадки и головоломки, которые заставят как следует напрячь мозги. На решении каждой загадки у вас будет 15 секунд, но если понадобится больше, то не стесняйтесь ставить видео на паузу. Номер 1. Для разминки проверим, насколько вы сосредоточены. На этой картинке изображены не только буквы, но и цифры 7. Посмотрите внимательно и напишите сразу в комментариях, сколько семерок вам удалось найти. Итак, если вы были достаточно внимательны, то смогли найти 4 цифры 7. Ставьте лайк, если нашли хотя бы 2 и идем дальше. Номер 2. Бен сидел в своем офисе и работал. Неожиданно он потерял сознание. Очнувшись через несколько минут, он понял, что ничего не помнит. Его коллеги вызвали скорую помощь. В палату к Бену пришли две женщины. Каждая из них заявляла, что именно она его жена. Помогите Бену, кто именно из этих двух женщин является его настоящей женой и почему. Если вы были внимательны, то заметили в кабинете Бена на столе семейную фотографию с его женой. Именно эта женщина и является его настоящей супругой. Номер 3. У Маргариты на кухне прорвало трубу. Она вызвала сантехника. В течение нескольких часов он устранял поломку. Маргарита в это время укладывала спать своего ребенка. Как только сантехник ушел, Маргарита обнаружила, что из спальни пропали некоторые драгоценности. Она тут же вызвала полицию. Они быстро задержали сантехника. Тот сказал, что ничего не брал и даже не заходил в спальню. Но полиция быстро установила, что он лжет. Как они это поняли? Как и в любой детективной загадке, самое важное это внимание к деталям. Вы могли заметить в спальне несколько грязных следов от перчаток. Это значит, что сантехник был в спальне и забрал драгоценности. Номер 4. Джека похитили. Преступники хотят потребовать у родственников крупную сумму денег за освобождение. Похитители заперли Джека в небольшом доме за городом и уехали. Джеку удалось подслушать разговор похитителей и узнать, что запасной ключ от дверей спрятан под обшивкой дивана. Он попробовал порвать обшивку руками, но она оказалась очень крепкой. Помоги, Джеку, как достать ключ и выбраться на свободу. Итак, вы могли заметить, что похитители оставили Джеку стакан с водой. Ему нужно разбить этот стакан и с помощью одного из осколков порвать обшивку дивана. Так он сможет сбежать. Номер 5. Посмотрите внимательно на картинку и скажите, что здесь не так? Субтитры сделал DimaTorzok Номер 6. Вы заблудились в лесу и в итоге после долгих поисков вышли к трем замкам. На улице началась сильная гроза и вам нужно зайти внутрь одного из замков, чтобы переждать непогоду. В первом замке живет стая зомби. Во втором замке обитают несколько вампиров. В третьем злые ведьмы и колдуны. В какой из этих замков вы зайдете, чтобы переждать грозу? Как известно, вампиры бодрствуют по ночам, так что днем вам нечего бояться, и вы сможете спокойно переждать грозу в замке вампиров. Номер 7. Зимой во время новогодних праздников в одном из домов в загородном поселке сработала сигнализация. Полиция прибыла на место за несколько минут. Недалеко от дома они встретили подозрительного мужчину. Остановив его, они спросили, кто он и куда идет. Мужчина сказал, что он живет в желтом доме. Полицейские сказали, что в этом доме сработала сигнализация. Мужчина ответил, что возможно это была ошибка, ведь он хозяин дома и у него все в порядке. Полицейские, выслушав мужчину, все же арестовали его. Как они поняли, что он не хозяин дома, а вор. Дело происходило в новогодние каникулы, когда многие люди уезжают в отпуск. Вход в дом был завален снегом, а значит оттуда уже давно никто не выходил. Следовательно, мужчина лжет и проник в дом через окно, чтобы его ограбить. Номер 8. Вы собираетесь ограбить банк. Для того, чтобы попасть в хранилище с деньгами, вам нужно взломать кодовый замок. Точного кода у вас нет, но есть специальные подсказки, благодаря которым вы можете подобрать трехзначный код. Если вы ошибетесь, то сработает сигнализация и вас поймают. Посмотрите внимательно на подсказки и ответьте, какой код у замка. Напоминаю, что вы можете поставить видео на паузу. Для правильного решения нужно было как следует поразмышлять логически. Проще всего начать с группы B. Так как ни одно из данных чисел неверное, то значит, что их нет в коде. Мы исключим эти числа из всех остальных групп. В группе C мы видим два числа, которые верны. Но в итоговом коде они находятся на других местах. Так как цифру 6 мы вычеркнули, значит числа 2 и 8 есть в конечном коде. В группе D только одно число верно, но оно находится не на своем месте. Единицу мы уже исключили, так что это либо семерка, либо девятка. В группе E мы видим, что только одно число правильное, но оно не на своем месте. Из группы C мы уже знаем, что 8 это правильное число. Значит, в группе E все остальные числа неправильные. Соответственно, числа 7 и 5 мы вычеркиваем из всех остальных групп. В группе A только одна цифра верна. И она находится на своем месте. Методом исключения мы понимаем, что это цифра 9. Мы получили числа 2, 8 и 9. Теперь остается их расставить в правильном порядке. 9 уже на правильном месте, что следует из группы A. А исходя из данных группы C, мы можем понять, что двойка должна быть не на первом месте. Значит, правильный код 829. Номер 9. А сейчас вас ждет небольшой тест, который проверит остроту вашего зрения. Посмотрите внимательно и ответьте, сколько разных цветов вы видите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Номер 10. Логическая загадка. В семье 5 сестер. В данный момент каждая из них занята делом. Первая читает книгу. Вторая играет в шахматы. Третья готовит еду. Четвертая стирает. А чем же занимается пятая сестра? На первый взгляд, эта нерешаемая загадка очень проста. Пятая сестра играет в шахматы. Так как в условиях задачи говорилось, что одна из сестер играет в шахматы. Но, разумеется, делает она это не в одиночку. Номер 11. Двое мужчин попросили художника написать их портрет. Один из них является настоящим писателем, а другой всегда мечтал им стать. Поэтому попросил художника тоже изобразить его в роли писателя. Посмотрите на оба портрета и определите, кто из них настоящий писатель, а кто нет. Настоящий писатель изображен на портрете под номером 1. Если вы были внимательны, то наверняка заметили, что его руки испачканы в чернилах, которые не так просто отмыть. Это говорит о том, что он действительно использовал для работы чернила. В отличие от мужчины на портрете под номером 2. Тот просто склонился над листом бумаги и делает вид, что пишет. Не забудьте написать в комментариях, на сколько загадок вы ответили верно. Также заходите в группу Моголь ТВ ВКонтакте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео и, конечно же, оставляйте свои комментарии под этим роликом.